Первая появилась Настя, поэтому ей рассказывать. Да, я появилась на три года раньше, чем мой брат. У нас есть еще сестра, они двойняшки. Семья спортивная, отец и мать мастера спорта и по лыжам, и биатлону. И вот, в принципе, нас с детства начали приучать любить лыжи. Самого маленького возраста. С 5-6 лет, наверное, начали уже кататься на лыжах потихоньку. Ну, родители начали прививать любовь к этому виду спорта. Ну, и уже с лет 7-8 начали серьезно заниматься. Естественно, сначала начиналось с лыжных гонок. Потом уже, я, наверное, первого пробовала, биатлон. И Антошка всегда ко мне подходил и говорил, ой, это винтовка. Хочу так, хочу попробовать. А я ревностно говорила, нет, тебе нельзя, ты маленький, это оружие. Я возле комнаты бегал и ждал, пока Настя уйдет из комнаты, чтобы проникнуть туда и подержать в руках винтовку. А она была такая строгая, что нет, винтовка моя, ты не трогай, еще маленький, не дорос, еще сопление. А сейчас насколько это важно для вас, чтобы быть вместе? На соревнованиях мы проводим где-то по 4-5 месяцев в году. То есть, как приходит зимний сезон, я лично в этом году не был 4 месяца дома. И мне не хватает общения с близкими, общения с людьми. Настя меня в этой ситуации выручает. И бывает, хочется что-то высказать, какая-то психологическая нагрузка идет. И я не могу с этим поделиться ни с тренером, ни с друзьями, ни с однокомандниками. Когда я звоню на щеки, пишу о смс, пойдем гулять. Встречаемся и вечером долго гуляем, вне зависимости от погоды, от местонахождения. Встречаемся, находим, даже если далеко друг от друга живем, находим возможность приехать или прийти. И изливаем душу один другому, рассказываем, что случилось, с чем проблема, может быть, с чем неспокоен или какие-то сомнения. И становится явно легче, потому что все-таки рассказал это все родному человеку, знаю, что дальше это никуда не уйдет, что это сохранится между нами только. И, в принципе, это очень здорово помогает во время сомнения. Чипа на Тимир в этом году в новом месте. Какие у тебя воспоминания? Ну, я безусловно рад, что все-таки у меня две личных медали. Одна была для меня. Очень переживал за Настю, опять же. Мы с ней очень много там разговаривали, общались насчет этого. И, в принципе, когда у меня уже была своя личная медаль, когда я, в принципе, программу минимум уже сделал, я очень переживал за Настю, очень хотелось, чтобы вот именно она завоевала на этом чемпионате мира хоть бронзовую, хоть серебряную, хоть золотую медаль. По поводу Олимпиады, конечно, как говорят, дома и домашние стены помогают. Вот. И вроде бы как сказать, что выступать в России для русской сборной – это вот хорошо, престижно. Но в основном вот это и давит. И тот, кто действительно это сможет, тот вот будет лучше, я считаю. И не так уж там важны трассы, не трассы. Я думаю, что физически можно приготовиться. Да, конечно, трассы сложные, трассы, на которые нужно потерпеть. И очень многое будет зависеть также от лыж и от функционального состояния, как в любое время. От удачи, потому что удача в Бэтлоне. Удача, да, большую. Я убедилась очень сильно в этом сезоне особенно, насколько… Чем больше стремления быть впереди и выигрывать, тем меньше вот этот вот шанс быть удачливой. Да, такое бывает, конечно, но нужно… Все в голове, как говорится, и главное для биатлонистов. Да, конечно, мне во время сезона и во время соревнований очень не хватает сын. Сына не хватает. И, естественно, очень скучаю. И очень люблю, чем больше, тем лучше проводить время вместе дома. Занимаемся всем, что для него интересно. Когда они встречаются и когда они вместе, они как будто бы находятся в одном возрасте. Вот Антон возвращается к нему, а Элиси как будто чуть-чуть постарше становится. Занимаюсь с моими бытовыми делами. У меня есть свой благотворительный фонд, которому я тоже очень много времени посвящаю. Но в свободное время выходные люблю с друзьями съездить на озеро в палатках, с палатками, то есть с дикарями пожить к друзьям на рыбалку, покататься на квадроциклах, на водных лыжах. То есть как-то себя развлечь. Немножко по экстремали. По экстремали, да. Ну это после Олимпиады, после Ванкувера я решил часть денег заработанных пожертвовать. Там одну часть увез в церковь на пожертвование, а другую решил пожертвовать детям. И это было не в роли того, что вот отдал деньги, там переведите в детский дом. Сам купил компьютеров несколько, съездил в детский дом. И вот после того, как я пообщался с детьми, после того, как увидел эту всю атмосферу, обстановку, мне хотелось сделать что-то большее. То есть через два дня с другом мы решили, что нужно не просто самому помогать, а нужно создать что-то такое, чтобы аккумулировать все средства тех, кто хочет помочь в нашем фонде. Зима или лето? Зима. Зима. Братислава или Москва? Москва. Братислава. Пицца или пельмени? Пельмени. Водка или пиво? Минералка. Под пельмени водка. Настя и Антон, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Всего хорошего.